спускаю фреон нужно снять компрессор вот таким методом фреон это не только газ но и жижа причем вонючая разборка компрессора е65 снимаем колечко я просто уже разобрал потом выкручиваем эту вещь сторону также как обычная гайка дальше стопор дальше это аккуратнее пластиковый шкив дальше вот так потом болты по кругу смотрите внимательно здесь и вот здесь стоит прижимная шайба она сохраняет уплотнение то есть здесь в дальнейшем надо вообще-то болт менять и шайбочку тоже здесь что все было чистенько ну а дальше вот такую подставку сделал переворачиваем и аккуратненько поднимаем заднюю крышку смотрите обращайте внимание на цвет видите она здесь потемнее это уже как бы напыление с поршневой осела но это еще не критично бывает вообще еще черный перегрев здесь камера более-менее светлая то есть вот в данном состоянии вот как сейчас выглядит еще более-менее то есть компрессор особо не перегревался дальше клапанные пластины здесь есть две направляющих поэтому не перепутаете как бы не старались у вас по-другому просто не соберется вот нужно смотреть тоже на эти лепестки чтобы они не плюкали ну то есть не было зазора если зазор на этот менять вот видите один я понимаю что это все прижимает но все равно вот я вот ощущаю на одном зазор то есть он уже как бы получается пропускает лучше конечно клапанную пластину заменить то же самое и здесь так дальше у нас поршневая поршневая сейчас двигаться не будет на полный ход она будет двигаться минимально потому что данный компрессор он не с муфтой включения с изменением хода за это отвечает в задней крышке вот этот клапан он подавлю подают давление система такая она изменяет ход поршневой то сейчас он минималки ходит если вот это разобрать здесь все по вылетает поэтому будьте аккуратней вот можно так надавить сейчас сниму прокладку видно нет задиры идеи задиры пальцем ощущается то есть как бы вот из-за этого вот он и не работает получается масляное голодание то есть он не перегрелся от того что не было охлаждения когда он работал выполнял свою нормальную функцию это как обычно бывает когда вентилятор охлаждение радиатора не включается а в данном случае была оборвана трубка и так как он постоянного привода он долго работал с оборванной трубкой поэтому просто можно сказать на сухую работал и просто износился от голодания масляного там еще есть пятаки они тоже знашиваются вот я вижу что с ними все в порядке просто получается зеркало задрано эта штучка масляный сепаратор вот снял видны задиры все в задирах видите уже напыление на поршнях она сточена то есть они уже никуда не годятся это вот фирадо покрытие его уже нету то есть поршневая полностью на выброс вот причина не работающего компрессора